Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. Сегодня мы обсудим вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, переселения из аварийных домов, обсудим и другие актуальные темы. У нас в гостях Александр Демин, заместитель губернатора Курской области. Александр Петрович, добрый вечер! Здравствуйте, Юлечка! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы нашему гостю. Номер телефона на ваших экранах 70 35 15. Также свои вопросы вы можете оставлять на сайте seiminfo.ru, мы обязательно их озвучим в нашем эфире. Александр Петрович, предлагаю начать с темы актуальной, которая сегодня у всех на устах – капитальный ремонт. Год назад вступил в силу закон, начали платить 6,5 рублей за квадратный метр собственного жилья. В этом году 80 домов, насколько я знаю, вошло в программу, около половины в Железногорске. Как вообще обстоят дела на сегодняшний день? Все ли добросовестно платят? Ну и в принципе, что в планах? Ну, на самом деле это очень актуальная на сегодняшний день тема, много поступает различных вопросов. Но я хотел бы сказать сегодня одно, что в целом в Курской области основная масса людей, проживающие на территории Курской области, абсолютно добросовестно относятся к этим проблемам. Хотя я говорю, жалоб сегодня вот столько-то, одни говорят о том, вторые говорят об этом, об этом, одни говорят, мы платить будем, вторые не платят, не будем платить. Но в целом я скажу, что на сегодняшний день уровень платежей нашего населения составляет более 76%. И это говорит о том, что все-таки люди правильно понимают этот вопрос, и люди абсолютно честно к этой проблеме относятся. На чем бы я хотел бы изначально остановиться? Много было сначала вопросов у нас, почему сегодня стоимость одного квадратного метра в общей площади того жилья, в котором люди проживают, должны платить по 6 рублей 50 копеек. Здесь мы над этим вопросом не просто так вот эту взяли, не с потолка взяли эту цифру, все это здесь было рассчитано. Сегодня данный показатель занимает среднее положение среди регионов Центрального федерального округа. Если так вот на память, что я помню, взять Белгородскую область, там 6,70, если взять город Москва 15 рублей за один квадратный метр, ну не будем мы говорить, Питер там 2 рубля с лишним, значит там Боу там 6 рублей 34 копеек и так далее. То есть 6 рублей 50 копеек, это абсолютно продумано, это все обсчитано. И на самом деле здесь мы не превышаем ни на одну йоту, не превышаем никаких таких вот процентов в оплате населением за каждый метр общей площади. Поэтому, что касается этих вопросов, здесь просто я больше ничего добавить не могу. И на сегодняшний день я скажу, что процент жалоб со страны населения очень-очень сильно изменился. То есть работа стала как-то проходить более-менее в таком нормальном режиме. Ну что касается сегодня тех ремонтов, которые, да, с 1 января 2015 года была принята у нас программа. В эту программу вошли 112 домов, значит 112 домов, мы 28 домов в городе Курске, где провели капитальный ремонт лифтов. Мы отремонтировали за это время 105 лифтов в 28 домах. И на сегодняшний день у нас уже по капитальным ремонту 80 домов практически уже завершен капитальный ремонт. В трех домах, находящихся в городе Железногорске на сегодняшний день, процент готовности более 90%. Поэтому вот эта программа, которая была намечена 112 домов, до конца ноября все мы дома сдадим. Что бы хотелось отметить по качеству сегодня проводимого ремонта? Вы как-то отслеживаете этот момент? Да, этот вопрос. И жильцы же должны сами, да? Этот вопрос у нас, ну, как вы сказали, это вопрос номер один, на который мы обращаем особое внимание. Я вам скажу, я хотел бы сегодня вот одно бы сказать, что все-таки, ну, наши жильцы, которые проживают в том или ином доме, в котором проходит капитальный ремонт, не совсем добросовестно относятся к своим прямым обязанностям для того, чтобы они смотрели за качеством проводимого ремонта. Поэтому люди не все знают, что сегодня должны делать, какой ремонт должны проводить. Люди думают, что если капитальный ремонт, вплоть до того, что должны зайти внутрь квартиры, поставить зеркала, поставить все, вот это делать сегодня не может региональный оператор. Поэтому мы сегодня огромное уделяем внимание на качество проводимого ремонта. И я скажу, что на сегодняшний день много очень положительных отзывов. Есть вот у нас уже и в прессе информация такая, в печати полностью. Люди как-то дают свои показания, люди рассказывают, люди показывают. То есть и благодарят отдельной строительной организации, которые к этому относятся с душой, которые понимают, что на самом деле это денежные средства людей, что вот я свои отдал, и вы мне сделаете капитальный ремонт так, как оно положено. Ну и есть негативные такие моменты, о которых я скажу, что очень мало. Мы к ним предъявляем очень жесткие требования на сегодняшний день. Ежедневно у нас выезжают по всем домам бригады, те, которые должны этим делом заниматься. Еженедельно мы рассматриваем у себя, и где есть какие вопросы, немедленно приступаем к их разрешению. Александр Ильич, а если вот, например, жильцы приняли дом, да, все в порядке, вроде как оценили, все хорошо, а вот через какое-то время начались какие-то, допустим, непонятные ситуации. Есть какая-то гарантия, да, от подрядчика? Да, абсолютно справедливый вопрос. Значит, капитальный ремонт, который мы проводим, он пять лет. Люди знают, что в течение пяти лет, та подрядная организация, которая взяла на себя вот эти вот функции по капитальному ремонту, они обязаны выполнить или устранить те замечания, которые будут. Ну и мы сегодня это делаем не просто, мы сегодня привлекаем, чтобы акты готовности, когда имеется, подписаны были не только региональным оператором, или теми людьми, я имею в виду региональным оператором, а чтобы они подписывались, и общественностью, то есть тем людям, которым доверяют, наняли старшие по домам, и та администрация, на территории которой находится этот дом. Ну вот здесь вот как раз важно воспитывать ответственного самого владельца. У нас есть звоночек, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Александр Петрович, можно вам задать вопрос? Можно. Вы получили новые квитанции по оплате капитального ремонта. Значит, там вычлен специальный стрих-код квадратика. Вот сколько прошел, чтобы заплатить, нигде терминал сразу не считывает. Приходится стоять 20-25 минут. А некоторые терминалы вообще не работают. А вот раньше было на почте. Придешь на почте, и все хорошо. Вот почему нельзя сделать так же, как было раньше? Чтобы на почте можно было оплачивать. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Абсолютно справедливый звонок. Я эту тему абсолютно полностью знаю, владею этой темой. И скажу вам откровенно, на самом деле на сегодняшний день этот вопрос, вот я дал поручение всем своим службам, которые этими вопросами занимаются. Если до понедельника эти вопросы не будут решены, абсолютно правильно вы сказали, все будет возвращено на старые рельсы, по которым, вернее, которые приходили квитанции. То есть, если вот до понедельника не будет, уже в вторник, почта будет принимать все квитанции. Спасибо большое за ответ. А сколько сейчас на счету регионального оператора в этом общем котле средств? Ну, я вам скажу, что более 700 миллионов рублей. Более 700 миллионов рублей. У нас практически на сегодняшний день все до одного муниципалитета работают в этом направлении абсолютно разумно. Но есть некоторые районы, в которых на сегодняшний день еще работа поставлена очень плохо. Я их могу назвать сегодня. Это вот у нас Клиговский район, это Беловский район, и это Суджанский. Вот мы сегодня работаем с населением. Постоянно сегодня мы и в средствах массовой информации все размещаем, это интервью даем, чтобы люди видели и знали. И на сегодняшний день я хотел бы еще раз вот показать, что все-таки люди обязаны это дело сегодня делать. И сегодня, если кто не будет платить, они все равно будут платить, потом будут применяться к ним штрафные санкции. Ну, конечно, закон есть закон. Да, и уже на сегодняшний день региональный оператор подает иски, и уже 25 исков уже присуждено в пользу регионального оператора. Естественно, тут вариантов нет. То есть, поэтому не надо к этому, надо просто выполнять те законы, которые действуют на территории нашей Российской Федерации. На следующий год какие планы? Уже есть же список? Да, на сегодняшний день мы уже принимаем новую программу. Где-то в пределах 200 домов уже мы намечили на 16-й год. Сегодня уже сейчас работаем над проведением торгов, где уже будем избирать новые те компании, которые будут сегодня заниматься капитальным ремонтом. И самое главное, что уже ни одна та компания, которая имела какие-то недостатки в выполнении тех работ, она уже в этом году, в 16-м году уже не может попасть. Подпортили репутацию. Так точно. Никогда больше она не попадет на торги по выполнению того или до второго объема тех работ, которые нужно выплатить по проведению капитального ремонта. Ну, будем надеяться, что все-таки дальше установятся и вот эти вот моменты с оплатой квитанции, и все-таки люди более осознательно встанут, уже будут видеть, что делается реальный ремонт, что это все не куда-то уходит, непонятно куда. Совершенно верно. Деньги идут в дело. Совершенно верно. Будем надеяться на сознательность. Но есть еще в регионе такие дома, которым уже капремонт не показан, да, уже не спасет их. Это аварийное жилье. В регионе решается активно действительно этот вопрос, переселяют людей. И вот не так давно, в сентябре в Абаяне, 14 семей получили ключи от новых квартир. Давайте посмотрим небольшой сюжет, и уже на эту тему тогда поговорим. Ирина Шелтыганова волнуется настолько, что даже дверь удалось открыть не сразу. Еще одна попытка, и вот она. Благоустроенная, светлая, теплая и комфортная жилплощадь. Квартира однокомнатная, 34 квадратных метра. Как здесь поселить уют, хозяйка почти решила. Здесь бы я поставила бы шкаф, у меня есть. Здесь на стене телевизор, на кронштейне. Здесь мягкая мебель. Стенка компьютерной и кухонной столы – это все, что в новой квартире будет напоминать Елене Корецкой о прошлом. Остальную мебель придется купить. Но это приятные хлопоты, признается женщина. Ведь главное теперь есть. Когда встаешь утром, извините меня, нужно выйти во двор. Воды у нас не было, мы ее возили. А здесь все, вот она, говорит, хорошему привыкаешь очень быстро. Я думаю, что, ну, конечно, будет все хорошо. Главное, чтобы мы заехали в стены, в свои, в родные, чтобы уже, как говорится, дом и стены помогают. 14 семей ютились в аварийном помещении и ждали этого дня с 2011 года. А с мая 2015-го наблюдали, как кирпич за кирпичом растет их новая благоустроенная жизнь. Дом построили всего за 4 месяца, однако сжатые сроки никак не повлияли на качество. Областная приемная комиссия оценила работу строителей на отлично. Площадь дома почти 500 квадратных метров. Стоимость объекта порядка 12 миллионов рублей. До 31 декабря в Абаяне сдадут в эксплуатацию еще два дома. В этом году участники адресной программы новоселье празднуют в семи муниципальных образованиях. Насколько мне известно, в следующем году планируете закрыть программу. То есть те, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года, будут обеспечены жильем. А сколько еще людей ждут новоселья в этом плане? И что будет с теми, чьи дома были признаны уже позже этой даты аварийными? Ну, я хотел бы, наверное, немножечко по переселению из ветховарийного жилья подойти более так вот детально. Я всегда говорю открыто, всегда говорю так, как оно есть. И на самом деле, вот на сегодняшний день мы благодарны, просто благодарны администрации президента, лично Владимиру Владимировичу Путину, правительству Российской Федерации за то, что был принят 185-й закон, который назначен. Сразу был фонд реформирования жилищного коммунального хозяйства, где было принято решение о проведении капитального ремонта и переселении людей из ветховарийного жилья. Что сегодня имеет наша Курская область в этом направлении? С 2008 года данный закон вступил в действие, и на сегодняшний день мы переселили более 80% людей из ветховарийного жилья. Это, говорит, это единственный закон, который внес огромную лепту в этом направлении. То есть люди жили в ужаснейших условиях, и на сегодняшний день более, еще раз повторюсь, более 80% людей переселили. Прекрасное, нормальное жилье, в котором сегодня мы с вами видим, что нам показали в городе Баяни. Когда мы приступили в эту программу, программа, это была у нас на 4 года сначала были выделены денежные средства, мы прекрасно это все у себя понимали, и я вам скажу, что мы сделали абсолютно правильный шаг практически первые 4 года, на 4 года нам выделялись денежные средства. Эти денежные средства мы использовали за 2 года. То есть много было сделано, и сделано было просто непомерно то, чтобы денежные средства, которые первые нам выделялись, мы их направили на переселение из ветховарийного жилья. В настоящее время эта программа разбита на несколько этапов. Если говорить о 13-м годе, то 13-й год программа завершена. Если говорить сегодня о 14-м и 15-м годах, то 14-й год мы сегодня должны до 31 декабря закрыть эту программу. Если это речь идет о 15-м годе, то мы должны закрыть эту программу на 1 января 16-м году. Мы сегодня тоже понимаем, что жизнь на месте не стоит, что нужно работать, и мы на сегодняшний день стараемся то же самое усилить те темпы, над которыми мы сегодня работаем. И я вам скажу, что у нас осталось... Мы сегодня работаем над тем жильем, которое признано аварийным до 1 января 2012 года. А чтобы нам это и дальше работать, мы уже работаем и над другими вещами, над которыми нам нужно работать уже и после завершения этой программы. Мы сегодня уже обсчитали, мы уже сегодня знаем, какое жилье у нас имеется, которое признано аварийным после 1 января 2012 года. Такого жилья у нас где-то более 16,5 тысяч квадратных метров. Мы сегодня работаем уже над тем, чтобы уже в 2016 году мы могли уже и подать заявку в фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства на то жилье, которое признано после 1 января 2012 года. Этот вопрос очень серьезный, вопрос очень сегодня... Ну, я вам скажу, что остаются все-таки есть те, то жилье, в котором людям просто жить невозможно. Ну и второй вопрос я хотел бы сказать, о чем бы хотел бы сказать, что мы сегодня и смотрим и на другие такие вот вещи. Есть общежития, есть вот просто те общежития, которые сегодня не могут войти в программу по отдельным таким параметрам, а невозможно их включить, программу по 185-му закону. Я скажу, что мы тоже над этим вопросом сегодня работаем. И благодаря принятию решения губернатора нашей Курской области Александром Николаевичем Михайловым, значит, принято однозначно решение. И сейчас мы работаем над таким вопросом, чтобы вот эти общежития, которые не могут войти в программу по 185-му закону, чтобы мы их могли тоже самое принять решение за счет переселить людей, за счет областного бюджета и местного. Поэтому мы сегодня над этим вопросом работаем. И до конца года данная программа у нас вступит в действие. И уже в 2016 году мы с вот этих общежитий, которые самые-самые такие вот, которые мы уже будем переселять за счет вот этих двух бюджетов, областного бюджета и муниципального, чтобы это дело нам как-то поправить. Ну а что касается такого жилья, всего у нас остается его немного. Его остается где-то, ну, в пределах, я уже сказал, 16 тысяч квадратных метров. Поэтому я думаю, что мы с этим вопросом справимся. Ну а что касается тех, того жилья, которое остается у нас по той программе, которая признана до 1 января 2012 года, всего остается 5,7 тысяч квадратных метров. Я скажу, что это не тот вопрос, о котором сегодня можно говорить. Его надо просто быстрее, быстрее, быстрее завершать. Я думаю, что мы все-таки, основной вопрос в 2016 году его должны закрыть. Великое дело. И я думаю, что для телезрителей действительно хорошая новость по поводу общежития. Безусловно. Вообще здорово. Александр Петрович, до 1 мая должны были лицензии получить управляющие компании. Вот в связи с этим, как изменилась их работа? Стали более добросовестные? Вот что поменялось? Ну, тоже вопрос очень такой вот существенный. Много было у нас вопросов по управляющим компаниям. Я скажу, когда вот в 2008 году вошел в жизнь этот 185 закон, первая была очень большая ошибка, когда все это было передано управляющим компаниям. А самой такой нормальной нормативной базы не было отработано. И поэтому тогда было очень много сделанных ошибок, которые на сегодняшний день мы никак не можем еще и закрыть. Это, во-первых, огромные долги образовались, которых никогда не было у нас в Курской области. Это первый вопрос. Второй вопрос, что просто начали захваты домов, кто как сможет, то так и делал. Пошли вот эти двойные эквитанции. И много-много такого негатива. И когда то же самое был принят закон о лицензировании всех управляющих компаний, когда мы его посмотрели, изучили, и оно было сразу понятно, что все-таки данный закон должен принести свои положительные результаты. И если откровенно сегодня сказать, что они и на сегодняшний день принесли. Ну, во-первых, мы у нас, мы 111 управляющих компаний, которые были проведены и которые получили лицензии. 17 управляющих компаний не получили лицензии. Вот уже отсеялось. Да, уже они отсеялись. Много сегодня еще таких вот есть вопросов. Но самое главное, на сегодняшний день, я вам скажу, на 16% уменьшилось всех тех нарушений, которые были до лицензирования, до мая месяца. И самое главное, на сегодняшний день, на 14% увеличились те, вот когда пишем, мы даем предписание, стали исполнять уже более чем на 14%. То есть, что люди начали эти вопросы понимать. Ну, и второй вопрос. Все-таки по платежам было много на сегодняшний день у нас негативных таких моментов. По отдельным компаниям есть еще, мы сейчас работаем, я скажу, сегодня эта работа у нас ведется в очень таком вот нормальном темпе. И я думаю, что на этом еще остановок у нас не будет. Я думаю, что в ближайшее время еще некоторые управляющие компании потеряют свое право на управление теми домами. И никогда больше они не смогут попасть в этот рынок. Поэтому сейчас мы работаем над теми вопросами, которые у нас есть. И я думаю, что потом мы это делаем чуть-чуть попозже, когда пройдет сейчас вот у нас, когда мы полностью эти проверки сделаем. Потом эти материалы будут опубликованы. А самое главное, что на сегодняшний день мы решили еще один очень важный вопрос. Мы сегодня говорим, управляющие компании должны получать от населения те средства, которыми они обязаны владеть. То есть, это на проведение текущего ремонта и содержания жилья. Другие денежные средства на их счетах не должны быть. И мы провели огромную работу сегодня с ресурсоснабжающими организациями. Чтобы напрямую, да. Да. И я вам скажу, это единственная наша Курская область пошла по этому пути. Хотя много тоже было различных разговоров. И мы заставили перейти всех на сегодняшний день на прямые платежи. И я вам скажу откровенно, мы сделали это абсолютно справедливо. Мы сделали это абсолютно правильно. И сегодня уровень платежей достиг до 98%. Поэтому на сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы сегодня ресурсоснабжающие организации не просто получали денежные средства, а чтобы каждая ресурсоснабжающая организация доводила дело до логического завершения. Если это, например, энергетики, они должны сегодня заниматься и смотреть, как работают счетчики, они должны заходить в квартиру, они должны все это дело проверять, и они должны знать, кто живет, сколько человек живет, прописано или не прописано. Каждый должен знать то дело, над которым он занял, газовики и все остальное прочее. И я вам скажу, что это очень большая сегодня работа проводится в этом направлении. И я думаю, она даст тоже свои положительные результаты. И все-таки у нас время уже заканчивается эфиром. Каковы долги сейчас? Ну, сказать на сегодняшний день, тоже она тема такая актуальная. Много сегодня различных таких вопросов. На сегодняшний день задолженность по всем уровням у нас достигает где-то чуть более 2 миллиардов рублей. Сказать, что это такая вот большая уже задолженность, или не сказать, я бы такое не сказать, все-таки 2 миллиарда – это большая задолженность. Здесь у нас еще долги прошлых лет, как я сказал, по управляющим компаниям. Вот за полгода мы по управляющим компаниям всего собрали из тех старых долгов около 60 миллионов рублей. Это практически ничего. Поэтому мы сегодня работаем, я чуть-чуть по своему выступлению повыше скажу, что на сегодняшний день в этом направлении делается. Значит, на сегодняшний день мы принимаем решение здесь, по теплу мы заканчиваем. Сейчас, я думаю, до 1 января 800 миллионов у нас будет погашено по теплу. Но уже. Да, поэтому сказать, это задолженно всего лишь одного расчетного периода, с которым, я думаю, мы тоже в ближайшее время справимся. Александр Петрович, действительно, очень объемные все темы. Понятно, что время, конечно, нас поджимает. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и думаю, что мы были полезны зрителям сегодня. Спасибо, успехов вам в работе. Спасибо. А я напоминаю вам, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова